Еще другой вид комплекса это психологический, и психологические комплексы, они намного серьезнее сидят в нас, и зачастую мы настолько в них погрязаем, может быть комплекс какой-то незначительный, а у кого-то этот комплекс, который не дает нам просто, не дает ему двигаться дальше. Ребят, всем привет, добро пожаловать на канал Иринка Нескик, меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые и еще со мной не знакомы, не забывайте подписаться на мой канал, кликнуть на колокольчик и поставить лайк, если вам понравилось данное видео, и дизлайк, если вам данная тема была не понравилась, и вы считаете, что я глубоко заблуждаюсь, не забывайте, конечно, оставлять свои комментарии, для того, чтобы я могла делать оценку своим видео, и нравится вообще это или нет. Сегодня хочу с вами поговорить на тему психологические комплексы, и это вторая часть комплексов, всецело, как я вижу эту тему, хочу с вами поговорить немножечко с другой стороны, какие комплексы еще бывают. В первом видео я с вами разговаривала и делилась своим мнением именно о комплексах, которые являются физическими, если вы не смотрели данное видео, конечно же, ссылочку оставлю где-то здесь, посмотрите его и приходите, конечно, смотрите это видео. Если вы уже посмотрели мое видео о физических комплексах, тогда, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, чего-нибудь вкусного, либо, может быть, вы занимаетесь какими-то своими домашними делами. В общем, я желаю вам приятного просмотра, и надеюсь, данное видео для вас будет максимально полезным и интересным. Сегодня я с вами буду разговаривать о психологических комплексах, и могу вам сказать только так, любые психологические комплексы, они нам настолько мешают жить, что зачастую эти комплексы нас превращают в своеобразных рабов. И чуть позже в видео я вам все подробненько об этом расскажу. Хочу для вас сделать именно такую помарочку, такую, знаете, заметочку, для того, чтобы вы поняли, для того, чтобы вы, если у вас есть какие-то психологические комплексы, сделайте себе вот прям ежедневники, заведите себе ежедневник и начинайте штудировать искать хорошего психолога. Для того, чтобы бороться с психологическими комплексами, если, к примеру, вы человек, который уже начинает сейчас бороться с какими-то своими психологическими комплексами, которые вам по иронии судьбы, по печали судьбы, они вам достались, если вы читаете какую-то спецлитературу, как бороться с комплексами, как их изучать, как их понять, Если вы самостоятельно, у вас не получается, либо это комплексы, которые сидят у вас с детства глубоко, находите своего психолога, штудируйте, ищите и не бойтесь, потому что любые комплексы, они бывают разные, они могут вытекать из одного в другое положение, они могут вас превратить в тех заложников, которые вы на бессознательном уровне, вы будете их рабами, а быть рабом комплексов это очень-очень плохо. Поэтому находите своего психолога, помимо того, что вы будете читать какую-то спецлитературу, как избавиться от комплексов, либо что-то в этом духе, очень много сейчас психологов, которые пишут книги, и это очень на самом деле полезно. И сейчас, к счастью, наверное, я могу порадоваться за это, что в тот момент, когда вы идёте к неврологу, идёте к психологу, даже к психиатру, и у вас есть какие-то комплексы, которые вас прям вот так вот держат, именно психологически до трясучки, они помогут вам с этим побороться. Но это главное, чтобы вы были максимально откровенны для себя, для того, чтобы это не загоняться, а идти бороться. Это как простуда, это как ОРЗ, это как какая-то бацилка, которая в вашем организме есть, и с ней нужно обязательно бороться. Так что запомните это. Я сегодня вам расскажу, постараюсь рассказать о тех комплексах, которые я нашла. Если вам какой-то из этих комплексов близок, напишите, пожалуйста, в комментарии. Это видео достаточно откровенное, лишь только для того, чтобы, когда вы уже понимаете, что у вас присутствует комплекс, когда он у вас есть, и это, знаете, как говорил мой тренер по танцам, да, я раньше занималась танцами, он всегда говорил, каждый человек это алмаз, алмаз, природный алмаз, и станет ли он бриллиантом, по-настоящему, сверкающим, высококаратным, либо нет, это зависит от этого человека. Независимо от его финансового положения, от его статуса, от чего угодно, все зависит только от человека. И для того, чтобы из алмаза сделать бриллиант, всегда отсекается что-то лишнее. Комплексы это лишнее, их нужно отрезать, их нужно проговаривать, как многие психологи говорят, нужно проговаривать их, не бояться их, не стесняться их, а говорить то, что есть проблемы, над этим нужно работать, и только тогда вы сможете от него избавиться, и только тогда вы сможете с ним бороться. Когда мы знаем врага в лицо, его проще победить, мы уже ищем какие-то пути к сражению, ведь правильно? Первый комплекс это комплекс вины. Я скажу больше, у меня есть этот комплекс, комплекс вины, я все время, точнее это был комплекс, над которым я работаю. Вот открываюсь перед вами, знаете, прям вот так вот. Комплекс вины это когда мы всегда, вот постоянно, что бы в жизни ни происходило, мы всегда чувствуем за собой вину, мы думаем, почему мы ничего не сделали, чтобы, всегда думаем, что мы сделали что-то крайне мало, чтобы предотвратить это происшествие. Это, может быть, даже вас 300 лет ни разу не касалось, но вы будете думать, что как, так или иначе вы в этом виноваты. Поверьте мне, я человек, у которого был этот комплекс, с которым я борюсь, и он всегда у меня был, знаете, вот такой момент. Я ребенок, у которого родители достаточно рано развелись. Я просто пытаюсь сейчас вам рассказать мой первый момент, когда я почувствовала, что у меня присутствует этот комплекс. Когда мне было 10 лет, мои родители начали вести бракоразводный процесс, и он был достаточно затяжной. И, знаете, я вам могу сказать, был момент, когда вот я сидела тем ребенком, мне уже было около 12 лет, я сидела вот тем ребенком и думала, в 12 лет, вот вы задумайтесь, в 12 лет сидит девочка, понимая то, что ее родители больше не будут жить вместе, у них уже достаточно сложные отношения, и я сижу и думаю, вот если бы я, наверное, не появилась на этот свет, возможно, у них бы не было проблем. Вот это вот, знаете, я поняла, вот это вот сейчас вам озвучиваю и понимаю то, что это вот капец, это трындец, это надо было вести меня тогда к детскому психологу и вытаскивать нафиг эту всю ерунду из головы. Но я же об этом никому не говорила, и я это в себе переваривала. И в тот момент, когда мои родители развелись, я чувствовала какую-то вину о том, что я ничего не могу сделать, чтобы они жили вместе, я ничего не могу сделать, чтобы они помирились, я ничего не могла сделать, чтобы это предотвратить, я не могла ничего исправить. Когда я приходила в школу, ко мне еще добавился синдром отличницы, потому что меня так воспитывала мама, она мне всегда говорила о том, что вот у меня есть старшая сестра, которая молодец, умница, и у меня сестра, она была всегда максимально погружена именно в учебу, и как-то мама всегда несла бытовые какие-то вопросы на себе, у меня сестра молодец в этом плане, она училась, и моя мама от того, что, ну извините, дети 70-х, 80-х годов, грубо говоря, даже 60-х годов, когда они растили коммунизм, им никто не преподавал, как нужно правильно воспитывать детей, и мама от психологически неправильного воспитания меня навязала мне комплекс, собственно говоря, отличницы, когда я приходила в школу, когда по мне есть уже комплекс вины, Мне присутствует этот комплекс отличницы, когда я пытаюсь учиться, и должно быть все хорошо, у меня не получается, потому что психологически расстроена, потому что у меня разводятся родители, и я себя гнобила, я себя просто душила, и это прям было прям ух-ух, поэтому это достаточно очень сложные два комплекса, это комплекс свины и комплекс отличницы, и комплекс отличницы, это когда у вас все всегда должно быть идеально, Самые белые носочки, которые, белые носочки, они должны быть идеально кипельно-белые. В квартире должно быть всегда все убрано, у вас должны быть всегда чистые тетрадки, у вас всегда все должно быть идеально хорошо, и вы должны быть просто, я не знаю, всегда, вы знаете, всегда идеальные, вы не имеете права ошибаться. Это самое главное, такой, знаете, момент многих женщин и мужчин, это комплекс именно отличницы. Откуда же появляются комплексы? Немножечко перепрыгнула, но надеюсь, вы суть моего диалога поймете. Комплексы, они появляются, как ни странно, первые комплексы, они появляются из семьи, от наших родителей, от наших близких, братьев, сестер, бабушек и девушек, дедушек. Как я вам уже сказала, первый комплекс, комплекс отличницы, мне навязала моя мама, не специально, не потому что она хотела, чтобы он у меня был, а он на бессознательном уровне. Также с помощью моей сестры они мне вот так, знаете, благополучно навязали, подвязали и отправили в жизнь. Но с которым я, собственно говоря, тоже веду активный бой, потому что нельзя быть идеальной во всем. Есть моменты, когда можно ошибиться, и здесь нет никакой вины, это просто стечение обстоятельств. Я вам сейчас никоим разом не говорю то, что нужно плыть по течению, просто нужно трезво смотреть, убирать розовые очки, снимать с себя вот эти все какие-то логотипы и привязки, которые нам совершенно не нужны, и нужно просто дальше жить, работать, радоваться жизни. И комплексы, которые навязываются семьей, они бывают именно психологические, как я вам уже сказала, также бывают физиологические. Физические комплексы, это, к примеру, когда вот вы сидите на семейном собрании, за столом, вы сидите и кто-то из домочадцев говорит, ну ты какой-то пухляш у нас, какой-то ты толстенький. А кто-то говорит, вот нос на семерых роз, но, блин, тебе одной достался. Либо, знаете, вот у этого ребенка у нас замечательная конституция, роз, вес, волосы, а вот и что-то какой-то пляшивенький у нас получился. И вот они начинаются, эти комплексы, когда нам самые близкие люди говорят о том, что мы сидим не так, мы чавкаем. У нас появляется комплекс того, что мы не можем кушать в общественных местах. Когда нам говорят, что мы как-то плохо выглядим, и мы какие-то не такие, мы не можем, у нас мы уже стесняемся себя, мы боимся как-то ярко одеться, мы боимся быть привлекательными, потому что нам же уже сказали, что мы какие-то не очень, да. Бывают еще другие комплексы, которые навязываются нам любимыми людьми, когда мы начинаем встречаться, жить с мужчинами, с женами, но, точнее, с мужчинами и женщинами. Вот это вот вообще караул, вот этих людей я готова просто брать ремнем и воспитывать. Когда вы начинаете жить с партнером, с женщиной, либо с мужчиной, это когда знаете мужчину, у которого есть комплекс определенный, и у некоторых мужчин есть комплекс, и у женщин комплекс превосходства. Для того, чтобы им быть превосходными над другими, они пытаются навязать комплексы. И бывают такие ситуации, я множество, поверьте мне, встречала таких пар, когда женщины в зрелом возрасте, они очень привлекательные, фотографии, фотокарточки, их смотришь, они очень были красивыми, и они всю жизнь себя считают безумно страшными, и на которых никто не посмотрит. И они живут с этим мужчиной лишь только потому, что он им навязал комплекс неполноценности, о том, что они какие-то не такие. Когда он им говорил, кто на тебя посмотрит, кому ты нужна, никому не нужна, появляется опять комплекс неполноценности, комплекс ненужности, и вот приплыли, человек обречет жить с этим человеком, потому что рядом с ним находится человек, у которого есть тоже комплекс, но на своем комплексе возвышается, а другого человека он давит. Поэтому просто нужно всегда этот момент контролировать, и очень жалко таких людей, когда они, помимо того, что у них идет комплекс неполноценности, если у них еще присутствует комплекс жертвы, это вот тушите свет, бегите, комплекс жертвы — это люди, которые на бессознательном уровне просто готовы постоянно страдать. Это вот, ну, я вот просто оглянитесь, вспомните и напишите, есть ли у вас такие знакомые или нет, которые всегда страдают. Это вечные пьеро, которые готовы держать удар от самого близкого родного. Это обычно люди, которые живут с тиранами, которых бьют, которых обижают, которых унижают, но они ничего не делают, они живут за своим комплексом жертвы, и им настолько комфортно иногда жить в этом комплексе, они готовы, чтобы их всегда все жалели. И это реально караул, потому что когда встречаются в жизни такие люди, и они встречаются, вот к чему бы вы ни, о чем бы его ни спросили, он вечно страдает, он вечно недоволен, но он не готов ни на чем работать, он будет все время вот такой вот жертвой. Жертва обстоятельств, жертва проживания в государстве, жертва всего, но не жертва того, чтобы работать над собой. Он никогда ничего не будет делать, но над этим тоже нужно работать, и это тоже нужно пересматривать, но тут должны прямо работать психологи. Есть еще один комплекс, который присутствует у мужчин, у многих мужчин, у многих женщин, и сейчас, когда мы смотрим на этих мужчин и женщин, мы их называем, именно, некоторых называем фриками, некоторых мы не воспринимаем, кого-то мы просто дико ненавидим, и кто-то с такими живет. Это комплекс Питера Пена. Это вот те мальчики, которые не готовы стать мужчинами, либо те девочки, которые не готовы взрослеть, либо те мужчины, которые не готовы брать ответственность, и женщины, которые не готовы брать ответственность. И это замкнутый круг, и они живут с этим. И знаете, к сожалению, либо к счастью, эти люди находят всегда какого-то человека рядом, мамку, знаете, вот этот комплекс мамки, нужно заботиться, комплекс героя, когда нужно всем помочь. И зачастую, да, вот эти вот люди появляются, когда есть человек с комплексом героя, и есть вот этот вот человек с комплексом Питера Пэна, обычно это мальчик, который не хочет взрослеть, и с ним есть вот эта мамка с комплексом героя, которая должна ему помочь, она просто обязана научить его держать ложку, держать удар, вот она, знаете, с ним живёт рука об руку, и вот она его вечная мамка с под юбкой, которая, знаете, его возле груди своей держит, скармливает и помогает. И это очень плохо. Бывают другие, бывают другие ситуации, когда с женщиной, она никак не может повзрослеть, она вечный ребёнок, она никогда не берёт ответственность, она всё время спрашивает мнение у кого-то, она не может принять своё мнение, она всё время зависит от этого мнения своего мужчины, она всё время переобувается, она, знаете, такая, я их называю такие вот стрекозки, которые, я не знаю, да, но стрекозки, которые вот она всё время щебечет, щебечет, но ни к чему не готова, и вот такая вот мама-кукошка. Так что вот такие вот комплексы присутствуют у людей. Если у вас есть какой-то комплекс, дайте ещё раз говорю о нём знать. Есть ещё такие комплексы, это комплексы публичных выступлений. И поверьте мне, у меня был такой момент, с учётом того, что у меня были комплексы именно физические, когда я помню в институте, у меня был вот этот вот комплекс маленького груди, маленького роста, я такая-не такая, и дома мне говорили, что я там стою не так. Я говорю, что-то не так. И я помню в институте, когда меня назначают старостой, и это мой первый институт, и мне нужно было рассказывать курсовую, а у нас были в группе очаровательные молодые люди, и я как девочка, мне было важно перед ними, так скажем, не упасть лицом в грязь. И у меня всегда, когда я выходила рассказывать, да, вот выходишь к трибуне рассказывать, так как у меня юридическое образование, у нас трибуна, нас учили рассказывать, уверенно себя держать. И вот я выходила, и поверьте мне, я слышала, как бьётся моё сердце, и у меня так оно прям тук-тук-тук-тук, я прямо, оно меня душило, я не могла, мне становилось жарко, я становилась красная. Но, но я помню, что на тот момент я не читала никакой психологической литературы, да, там, психологов. Я пришла к такому, то, что я понимала, мне неизбежно нужно выйти рассказать информацию, которую нам преподаватель давал. И я выходила так вот, знаете, начинала рассказывать, и либо я опускала глаза на листок формата А4, начинала что-то говорить, но так как я, Бог одарил меня громким голосом, я настраивала, так скажем, тембр голоса, чтобы мне не делали замечания, и я начинала вещать. Я заблитыхалась, я волновалась, где-то что-то, но я боролась с этим, и чем чаще я выходила к трибуне, тем меньше, тем реже я чувствовала тембр, точнее, бьение своего сердца. У меня даже был момент, когда я выходила рассказывать, именно отвечать в школе, я не могла, я не выходила в школе, в принципе, рассказывать стихотворения, потому что я там не могла победить вот этот комплекс именно публичных выступлений. У меня был момент, когда мне говорили, кто готов выйти к доске, я была готова, я знала информацию, я подготавливалась, но когда меня спрашивали, я говорила, я не готовила, и мне ставили два. Так, я, собственно говоря, получила в 10 классе за полугодие по химии двойку, да, и потом, когда уже вопрос стал острым, я пришла к завучу, к директору, и мне он такой говорит. Так, Ирин, вопрос серьезный, и на что учитель химии сказал, вот тебе вся информация за первое полугодие по химии, выучишь, поставлю тебе другую оценку за полугодие, если не выучишь, будь тебе с двойкой и вплоть до отчисления со школы. Я могу вам сказать, так как я какую-то часть информации учила, что-то мне нужно было подучить, и я вышла с волнением со всем этим, но благо тогда в аудитории никого не было, мы один на один с учительным стояли, и я заработала свою четверку, собственно говоря, так я спасла ситуацию. И в тот момент я понимала, что с этим нужно бороться, но я не знала как, потому что, ну, я в общем не знала. Вот сейчас, слава богу, очень много информации в интернете, на тот момент, когда я училась, не было такого доступа к интернету, по крайней мере, у меня. Сейчас можно погуглить, очень много библиотек, сейчас очень много различных библиотек, именно интернет-магазинов, библиотек, есть очень много книжных магазинов, когда я училась, это был как раз 2005-2006 год. Я прошла все архивы, помню, когда мне нужно было писать что-либо, именно в институте я перерывала столько библиотек, что мне казалось, я сдулею от всего этого. Но сейчас, под конец уже учебы, конечно, все проще, все уже есть в интернете, так что, если есть какой-то комплекс, во-первых, узнаете, что это за комплекс у вас, во-вторых, вбиваете в гугли и начинаете рыскать, искать. Если вы не хотите и вы не понимаете эту литературу, ищите хорошего психолога и чешите к нему, потому что все комплексы, которые присутствуют в нас, они не дают жить нормально. На самом деле, во-первых, когда присутствуют комплексы, когда они у меня были, они у меня сейчас есть, но с какими-то я поборолась, какие-то я сейчас активно веду борьбу, потому что это необходимо. Когда я заметила даже по себе, когда я стала избавляться от комплексов публичного выступления, мне стало проще, серьезно, я как-то стала себя чувствовать намного уверенней. Когда я приняла себя физиологически, какая я есть, и поверьте, это было очень сложно, я подпустила к себе молодых людей. Да, если сейчас смотрят мои, увидят этот видеоролик те молодые люди, которые когда-либо ко мне вызывали симпатию, поверьте, парни, дело было не в вас, как я говорила, дело во мне, да. Дело было во мне, потому что я психологически не могла подпустить к себе молодого человека, мне было достаточно очень тяжело, потому что, ну, представьте, у меня там такие тараканы в голове, а тут парень с какими-то намериями. Я думала, слышишь, вот иди, мне сейчас не для тебя. И когда я все-таки психологически смогла сделать первый шаг, это было тяжело, это было волнительно, это было мандражно. Когда я просто согласилась, помню, с молодым человеком погулять, когда он там за мной долго ухаживал, мы с ним проводили время, я все время смотрела вот так вот, знаете, как сова, и думала, вот почему он со мной, а не вот с той вот шикарной длинноногой девушкой с третьим размером груди, почему он со мной сейчас идет, почему он не с ней. Сидела с друзьями, со своим другом в кафе, и мы с ним мило общались, он мне там что-то рассказывал, я его не слушала, я все время думала, зачем он сейчас проводит время со мной, если вон там вот девушка тоже с хорошими данными, почему он к ней не клеится, почему он не пытается с ней найти какую-то встречу, потому что там же как бы это, почему он со мной проводит время. А сейчас понимаю то, что насколько я была глупа, насколько я была слепа, поэтому я вам еще раз говорю, любой комплекс, сколько бы вам не было лет, 5 лет, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, если у вас есть какой-то комплекс, пытайтесь его узнать в лицо и начать с ним работать, если вы самостоятельно не можете, ищите своего психолога для того, чтобы он вам помог. Если у вас есть какие-то вопросы, и вы хотите продолжение данного видеоролика, пишите, конечно же, вопросы в комментариях, и я сниму обязательно вторую часть данного видеоролика, может быть мы с вами сделаем акцент на чем-то, так скажем, индивидуальном, на каком-то определенном комплексе, и просто о нем поговорим, так скажем, более точно, я попытаюсь к нему подготовиться и более тщательно изучить данные вопросы, поделиться с вами своим мнением, и если у вас какие-то есть вопросы, пишите все там, не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал и поставить лайк, мне будет дико очень приятно, подписывайтесь на мой инстаграм, мне тоже будет очень приятно, я с вами поговорила так, что у меня сейчас садится голос остыл чай, но мне было очень по кайфу с вами поговорить, надеюсь, данное видео вы досмотрели до конца, и оно для вас было очень хотя бы интересным и полезным, если так, то, блин, мне будет очень-очень приятно, берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока!